Суба-дуба-дуба-пада-папа Е-е-е-е Крячь Всем папа, дорогие друзья, с вами Винди И сегодня мы с вами продолжаем играть в Тук-тук литературный клуб И в прошлой серии мы остановились на том, что Моника А, что Юрий хотел с нами поговорить А Моника сказала Ты не будешь разговаривать и пошли-ка лучше все по домам По-моему, как-то так Ну, если ты вдруг не помнишь, можешь посмотреть предыдущую серию Там все это есть Увидимся завтра Моника побахала А, да! Нет, Моника сказала, что я хочу с Винди поговорить с глаз на глаз Моника побахала на прощание высшей из класса Юрий Фух В последнее время тут довольно беспокойно, согласен? Винди, я просто хотел удостовериться, что тебе нравится в клубе Я ужасно не хочу видеть тебя несчастным Почему все темнеет? Да еб-то, я только в игру вошел Как президент, я чувствую себя ответственной за это Я искренне беспокоюсь за тебя, ты понимаешь? Музыка тоже затихла Ты уже понимаешь, да, что все будет хуже Сейчас вот прям Ты как лучше сохранись на всякий случай Я искренне беспокоюсь за тебя Да, мне не нравится видеть, что у тебя проблемы из остальных девочек Поэтому я их удалил Учитывая вредный характер нацики и прочее А Юрия немного, ну ты знаешь Порой кажется, что мы с тобой здесь единственные настоящие люди Ты понимаешь, что я имею в виду? Но это странно, потому что за все время, что ты здесь Мы практически вместе не бывали А, в смысле, чисто технически ты здесь, конечно, всего пару дней Прости, я не хотел говорить ничего странного Просто надеюсь обсудить с тобой кое-что То, что я знаю, понять сможешь только ты Поэтому... Э-э-э-э-э Стой, еще рано Не, э-э-э Э-э-э В смысле? В смысле? Что это сейчас было? Не, подожди. Короче... Так не Моника управляет всем? Я был уверен, что Моника всем управляет, но... Моника сейчас не имела контроля над тем, что происходит. Так, ладно. Значит, мы будем писать теперь сообщеньки для Юри. Давай подкатывать к Юри, по-моему. По-моему, так лучше. Ну, или я не знаю. Сейчас мы напишем самый лучший текст. Я знаю уже, что им нравится. Я запомнил, наконец. Сейчас мы напишем самый шикарный стихотворение. Короче, это будет интеллектуальное стихотворение про меланхолию. С... Смертью, болью и грызанием. В смысле тебе нравится грызь? Что тебе нравится? А, да, ты же любишь есть. Да, потом... Огла. Я написал всего четыре слова, а глянь уже, сколько единичек. Значит, дальше у нас будет с тобою любовь. Э-э-э-э! Привет! Хе-хе-хе-хе! Э-э-э... В смысле... Так, кто... Эй, кто внизу там? По-моему, это была Моника. Подожди, энергичный. Э-э-э... Энергичный просто вроде бы нравилась... Любовь нравилась же... Нравилась же Сайори, по-моему. Или я путаю. Кровать. Я хочу заставить ту внизу еще попрыгать. Ладно, гнев. О, привет! Хе-хе-хе! Э-э-э... Окей, потрясающий. Нет, я не понимаю. Неудача. Хорошо. Тучи. Э-э! Да что тебе тучи? Хорош! Тебе это не нравится? Нагноение. Тебе хоть это-то не нравится? У нас... Ау, смотри. Единички-единички. Они уже перевалили за... Этот... За листок вообще. Ммм... Энтропия. Ну, нацки не знаю даже такого слова. Это по-любому. Котенок это для нее, я уверен. После образ для Юри. Тьма для Юри. Ну, конечно. Тут сколько там я этих слов написал? Самоубийство для Юри. Почему тебе нравится самоубийство? Так, ладно. Катастрофа. Страх. Э! Моника! Алло! Хватит прыгать. Ну, по-моему, это Моника. Я все еще не уверен. Страдание. Я не знаю, кому в конце концов написал хорошее стихотворение. Привет, Винди. Я ждала тебя. Ты готов продолжить чтение? Сегодня я приготовил свой лучший чай. Моника! Я же говорил тебе не... Неужели она снова опаздывает? Бестеремонно, как всегда, нацки. Прошу прощения. Ты так же и будешь ежесекундно прерывать меня своими криками? О чем ты говоришь? Тебя послушать получается, будто я всегда так делаю. Я просто не обращала внимания. Извини. Серьезно, что с тобой в последнее время? Послушай. Я здесь. Я тут думал о вчерашних событиях. Я был немного на взводе. Наверное, я чувствовал угрозу или что-то типа такого. Но я понимаю, что это наше общее дело. Новички не навредят, если они будут клевыми. И думаю, было бы здорово, если на этот раз к нам присоединится какая-нибудь девочка. Так что... Нацки. Всем наплевать. Класс. Класс. Ну, это понятно, что это не ее слова. Это как бы подставляется Моника вся. Почему бы тебе не пойти и не поискать монетки под торговыми автоматами и еще чем-нибудь себя занять? Чего? Ты опять обидела ее. Ой, ну вот. Я снова пришла последней. Опять практиковалась в игре на пианино? Походу, Юри даже не помнит, что она только что сказала. Потому что она оскорбила Нацки и все, после этого спокойно начала разговаривать. Да. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ты полна решимости. Открыла новый клуб, стала учиться игре на пианино. Хм. Я бы не называл этой решимостью. Скорее, страстью. Она же побуждает меня хорошенько потрудиться для фестиваля. В любом... В любом случае, Винди. Чем бы ты хотел сегодня заняться? Думаю, мы могли бы... У нас уже есть планы на сегодня. А, вот как Юри. Именно так. Винди уже увлекся романом, который мы вместе читаем. Разве ты не рада, что я приобщила его к литературе, Моника? Я... Пожалуй. Я просто... О, ладно, это не важно. Правда, не важно. Можете делать что хотите. Да! Спасибо за внимание, Моника. Ха-ха-ха. На самом деле, у меня есть просьба. Не воздружаешь, если я сперва заварю чай? Ну, ни капельки. Большое спасибо. По-моему, за все время, вот сколько мы с тобой снимаем, 6 минут, это первое слово, которое сказал главный герой. Он просто молча за всем такой наблюдает. Если что-то и может сделать чтение приятнее, так это чашка вкусного чая. Да еще и завяренного, собственно, ручно. Юрий встал и подошла к кладовке. Может, я тебе помогу? Я тоже умею чай варить. Я прошел с рядом и увидел, как она достала с полки небольшой кувшин с фильтром внутри. Можешь подержать? Конечно. Юрий передала кувшин мне и достала электрический чайник. Нахрен тебе на кувшин? Я подключу его в розетку у садового учителя, а потом мы сходим за водой. Мы вместе сходим за водой. Романтический поход за водой. Она прошла мимо меня и поставила чайник на учительский стол. Я просто наблюдал за ее действием. Да ты что-то за всем сегодня наблюдаешь, что вообще хоть неразговорчивый. К моему удивлению, то, как она двигалась, резко контрастировала с манерой говорить. Главным образом, из-за своих длинных ног, Юри, Юри, производила впечатление элегантной и скрупулезной особы. Так, можешь подать мне кувшин? Спасибо, я скоро вернусь. Я могу пойти с тобой. Все в порядке, будь здесь. Это не займет много времени. Юри с кувшином в руке посмешно вышло. Опять будешь там свои вот эти вот рукавчики заправлять, да? Да. То есть Модика стояла рядом и в это время пялилась на нас. Юри, типа, снова оставила, да? Нет, на этот раз все иначе. Она просто пошла за водой, чтобы заварить чай. А, ладно. Прости за недопонимание. Окей, я не пойду за ней, да? Прошел бы, посмотрел. Прошло 10 минут. Юрий сказал, что это не займет много времени. Может, она потерялась. Ее что-то задержало? Мне стало скучно, и я решил подправиться искать ее. Хорошая идея. Посмотрим. Логичнее всего начать Юрия искать там, где у нас ближайший фонтачник для... Фонтанчик! Язык! Приснись! Проснись! Я даже этого говорить не могу. Я пошел по коридору. Ха-ха-ха! Уху-ху-ху! Ха-ха-ха! Уху-ху-ху! Что это за звук? Он раздавался из-за угла. Звук, очень напоминающий что-то дыхание. Ха-ха-ха! 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 Послышался резкий вдох. Ха-ха-ха! Кто-то втянул воздух сквозь стиснутые губы. Кому-то больно? Я подошел к углу и заглянул за него. Юри! Ха-ха! Ну, ёптвою! Ю-юри! Ну, Юри! Ты же своей рукой затупишь нож, чтобы быть таким же, как и ты! Ха-ха-ха! 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 Ёптвля! Это тоже самый звук. Все, назад пошло. Я вернулась. Вау! А я и не заметил. Благодарю за терпение. Финт, ты любишь чай? Ну, да. Вообще, любой подойдет. Отлично. Юрий выставил на чайнике температуру 93 градуса. Теперь черед заварочного... Почему 93? Не 100? Ладно. Черед заварочного чайника. Ты правда... Ты и правда соблюдаешь все правила? Разумеется. Я не должна ничего упускать, когда хочу угостить кого-то чаем. Несмотря на то, что я не жду от этого чая ничего особенного. А! Ха-ха-ха! Извини. Несмотря на то, что я не жду от этого чая ничего особенного. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Если так, то ты будешь впечатлен еще сильнее. Хе-хе-хе-хе. Вероятно, так и будет. Юрия достала заварочный чайник и начала отмерять чайные листья. К моему удивлению, она даже начала напивать что-то себе под нос. Похоже, сейчас ты в прекрасном настроении. Вот как? Э-э-э... Да. Я немножечко заострила чувство у себя хорошего настроения, скажу. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Извини. Хорошие шутейки. Кстати, народ, э-э-э... Рассказала про одну шутейку Монике, которая когда-то была, что оставился Юрия в подвешенном состоянии. Ко хера вам так понравилась эта шутка, она не смешная. Я не сильно старалась это скрыть. А ты заметил? Я тут прям взмыслила. И решила попробовать более явно выражать свои чувства. Оказывается, это вовсе не сложно. Во всяком случае, когда рядом ты. Э-э-э... Это замечательно, Юрий. Э-э-э... Хе-хе-хе-хе. Главный герой настолько тупица, ну да. Он просто удел на все один ответ. Э-э-э... Я не понимаю. Э-э... Манга это литература. Э-э... Как? Как можно настолько быть тупиком? Только не надо слишком сильно себя заставлять. Ты всегда переживаешь за меня, Винди. Это очень мило. Но... Юрия не шутила. Не знаю, смогу ли я с этим справиться. Я смотрел, как Юрия раз... Разливая чай по чашкам. Это не трудно сказать. Почему у меня это так трудно? Винди, у меня еще одна просьба. Ты не возражаешь, если сегодня мы посидим на полу? Воу. Окей. А зачем это? Моей спине так... Хе-хе-хе. Я предпочитаю читать, привалившись спиной к стене. А не наклонившись над партой. Ой, извини, не знал. Не волнуйся. Просто у меня регулярно болит спина, и я делаю все возможное, чтобы справиться с этим. Вот как? Интересно, в чем причина? Скорее всего, это из-за моей... Из-за груди, это из-за ее, да? И моей... Твоей осанки, да? Постоянно сутулишься во время чтения? Да, да, да. Именно из-за осанки. И больших глаз именно так. У меня ужасная поза для чтения. Поэтому нам надо сесть на пол. Справедливо. Я схожу за книгой. Я достал из портфеля книгу. Хе-хе-хе. Она так прикольно стесняется постоянно. О, у меня тут немного шоколада. О, ништяк. Главное, не показывай это нацки, иначе она опять с ума сойдет. Маленький кулек шоколадных конфет. Я взял их, потому что они отлично заходят с чаем. Мы никогда не умеем с чаем ничего есть. Особенно конфеты или шоколадки. Это просто ужас. Чай пьется. Чай пьется. И нужно наслаждаться чаем. А если ты закусываешь чай чем-нибудь еще, то это уже не чай. Это просто какая-то... Это фу. Так, ладно, извини. Мы с Юри сели у стены, поставив чашки по бокам от нас. Неплохо, на самом деле. Да, это... Мне кажется, это довольно клевая поза для чтения. Будто синхронизировавшись, мы приняли ту же позу для чтения, что и в прошлый раз. Каждый держал свою половину книги. Но на этот раз наши тела были еще ближе друг к другу. Мне плохо видно. А? Юрий придвигался все ближе, пока наши плечи не соприкоснулись. У-у-у! Хе-хе. Ну и как мне сосредоточиться на чтении? Действительно. Какое тут чтение, когда к тебе подкатывает девушка? Хе-хе-хе. Юрий всегда довольно милая, но... Когда она становится менее насторожной, это почти переходит в пределы того, что я могу вынести. Твой чай. Юрий подала мне мою чашку. Взяв ее свободной от книги рукой, я оказался в положении сосредоточиться, в котором было еще труднее. Из-за того, что теперь мне надо было следить, как бы ненароком не коснуться ее груди. У-у-у! Хе-хе. Юрий же ничего не замечал. Ну, конечно. Ей-то непонятно, как это трудно. Да. Она сосредоточенно уткнулась в книгу. И я могу предположить, окружающий мир для нее просто перестал существовать. Так, я призвал всю свою силу воли, чтобы самому, скажем, сфокусироваться на чтении. Спустя несколько минут мне на кого-то, наконец, удалось немного расслабиться. Я поставил чашку между ног и зашу шурку кульком с конфетами. Сейчас она забомбит. Если Юрий забомбит, тогда она умница, потому что она понимает, что пить чай, зная конфетами, это прям вообще фу! Нельзя так. О, прости. Чтобы открыть его, я ненадолго выпустил книгу. Можешь брать сколько угодно. Вот тебе конфета. А, это. Спасибо, но я не буду. А, ты уверена? Эм, если я возьму, то могу испачкать страницы. О, ты права. Я об этом даже и не подумал. Извини. Не нужно извиняться. Я подержу книгу, хорошо? Уверена? Конечно. О, Юрий обоими руками раскрыл книгу. Она держала ее так, что у меня не возникало ни малейших трудностей с чтением. Но в результате, ее левая рука практически легла на мою ногу. Ну тогда, Юрий снова сосредоточился на чтении. Ей вообще пофигу. Вообще ничего делать. Ее волнует только одна вещь, книга. И ее грудь, которая мешает читать. Все. Больше ничего. Я взял конфету и отправил ей в руку. Просто взял такую конфету. Пум. И так, знаешь, пальцем так. Тык-тык-тык. А затем взял еще одну. И поднес к лицу Юрия. То есть, запихни ей в рот. Она даже не отвела взгляд от книги. Просто раскрыва губу, будто это совершенно естественная ситуация. Но это не значит, что я не могу сейчас остановиться. Я с опаской положил книгу. Вон она торчит. Я просто положил конфеты ей в рот. После этого губы Юрия снова сопнулись. А? Ну и что мне поделать? Ты открыла рот. Я не мог просто не сунуть туда конфету. А вдруг ты ее не заметишь? Она вдруг переменилась в лице. Я сейчас что-то еще хотел положить мне в рот, мать твою. Юрия посмотрела на меня так, будто ей нужно было подтверждение того, что сейчас произошло. Финди. Прости. Наверное, мне не стоило этого делать. Я просто хотел сделать приятность. Романтика. Юрия начала тяжело дышать. Я... Я не могу. Финди. Внезапно Юрия схватила меня за руку и рывком поставила на ноги. Нихера, а как ты это привернула? Ха! Ха-ха-ха. Побросила меня просто. Моя чашка проткинулась. Винди. Мое сердце. Что? Мое сердце так сильно бьется, Винди. Я не могу успокоиться. Я не могу ни на чем сосредоточиться. А я не могу не сохраниться. Винди. Винди, ты чувствуешь это? Юрия неожиданно прижала мою руку к своей груди. Е-е-е. Не-е-е. Почему это происходит со мной? Я чувствую, что схожу с ума. И не могу это остановить. Ей нехорошо. Я теперь даже читать не хочу. Я просто хочу смотреть на тебя. Воу. Воу. У нее двигаются глаза. Ха-ха-ха-ха. Так, так. Юри, Юри, Юри. Книга. Хочешь конфетку снова в рот положу? Ха-ха-ха-ха. Бле-бле-бле-бле-бле. Окей. Ха-ха-ха-ха. Ты тоже с ума сходишь, да? Моника. В первый раз я рад тому, что ты пришла. В первый раз ты умница. Это бы меня, честно говоря, напрягло, если бы все продолжалось. Эм. Эм. Ребята, пришло время поделиться стихами. Да, ты умеешь вовремя прийти. Ну, все равно, прикинь, с ее стороны. Сидит такой парень с девушкой в кладовке. Вместе. Наедине. Что-то там шушукается. И влетаешь. Ты такой. Ха-ха-ха. Стихи, ребята. Что? Вы чем-то занимаетесь? Да забейте. Стихи важнее. Но у Юрия явно были какие-то проблемы. Хм. Ребята, пришло время поделиться стихами. Да-да-да. Самое время. Эм. Кому первый раз... Я не знаю, кому в первый раз показывать стихи. Я не знаю, чьи стихи... Под кого я стихи написал. Поэтому давай пойдем к Юрии. Скажи, что все хорошо. Наконец... А, да! Наконец-то. Ха-ха-ха. Юрий прижал мое стихотворение к лицу и сделал глубокий вдох. Ха-ха-ха. Я без ума от него. Воу. Окей. Мне в нем нравится абсолютно все. Винди, я хочу забрать его... О, нет. В прошлый раз после этого с Юрия... Того. Ты давай не будешь, алло. Ты мне позволишь взять его? Прошу. Конечно, мне все равно. Ха-ха-ха. Ты слишком добр ко мне, Винди. Никогда не встречал настолько доброго человека. Бля. Юрий, Юрий, Юрий. Воу, воу, воу. Хорош. Отдай стихи, я лучше кому-нибудь другому отнесу. Не надо. Не в прямом смысле. Ну, я надеюсь. Я просто не знаю, как. Так. Если она тоже сейчас побежит домой, я ей точно по ногам ударю. Я уже проходил это. Если кто-то убегает домой после подобных слов, нужно просто не давать ему уйти. И заставлять его быть радостным. Хотя ей нельзя. Типа, когда я с ней читаю книгу, она сходит с ума. Когда я даю ей стихи, она сходит с ума. Когда я оставляю ее одной, она уходит за водой, она сходит с ума. Ладно. Чувствовать такое, это же нормально, правда? Да. Это ведь не плохо? Нет. Юрий прижал в мое стихотворение груди. Отлично. Я заберу его домой и спрячу себя в комнате. Я не знаю, почему она меня забавляет. Я просто... Она, знаешь, как голым какой-то. Я заберу эту прелесть себе тобой. И спрячу ее у себя в комнате. Надеюсь, тебе будет приятно вспоминать, что она у меня. О, да. Я буду хорошо о нем заботиться. Да, только вот заботься и оставайся живой, хорошо? И даже ласкать себя. Это можно было не говорить. Я-то, конечно, не про... Ладно. Я даже... Я даже порежу себя бумагой, чтобы твой кожный жир попал в мой кровоток. Я не оставлял свой кожный жир на моей бумаге. Я не настолько толстый. Можешь тоже прочитать мое стихотворение. Кроме того, когда ты его прочтешь, я уверен, что тебе захочется оставить его у себя. Если ты вдруг не понял, вот эти вот сообщения, которые дополняют... Они дополняются кем-то, кто химичит над игрой. Тот, кто удалил Сайори. Тот, кто заставляет их творить непонятную чепуху. Я предполагаю, это Моника, но уже как-то не совсем уверен. Потому что и Моника не смогла со мной остаться, когда хотела. Вот, бери его. Не могу больше ждать. Быстрее, считай его. Я меня пугает, эта музыка. Скомпилированных муниципальные посылки. Что-то там плот... Стоп. Свежая кровь сочится через паре, сокрашивая грех, трясные временные желания. Дыхание ощущается, образа не исчезает, побуждая вгонять. Но... Фу, ёб твою мать. От мыслей вранзает боль. Не, 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 слушай. Ну... Ну как, нравится? Я для тебя его написала. Если ты не понял, стихотворение о... А-а-а, о том самом. Хорошо. Хорошо, я знаю об этом. Я знаю, я знаю, я знаю. Это то самое, вот это вот то, которым мне надо пойти сейчас... Блин, меня музыка парит. Когда мне нужно пойти почитать ее файлы. Мне предупреждали об этом. Что когда-то произойдет такой момент во время чтения... Так, слушай, я сниму наушники, хорошо? Ты не против? Меня музыка напрягает вот прям очень сильно. Поэтому давай мы как-нибудь без музыки. А-а-а, можешь ли ты меня слушать? Так, тут у нас ничего, по-моему, нового нету. Да, здесь у нас все старое. Ну появился один файл, который тоже старый, тоже старый. Окей. А, и персонажа. Ммм, Юрия. А-а-а... Да нет, Юрий не изменился. Мне говорили просто, что у Юрия будет файлик, можно будет прочитать, когда вот эта вот вся кондель пойдет. Но как-то нет, как-то нет. Ну ладушки. Что еще важнее, я надерил его своим ароматом. Видишь? Разве не самый заботливый? Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да, конечно. Не понимаю. Вот это было необязательно. Эм, я... Кажется, меня сейчас тошно. Опять, вот опять кто-то ломает их, кто-то заставляет их творить непонятную хинею. Он буквально... Тут какой-то, знаешь, типа злой, призрак. Я не знаю, когда писать. Короче говоря, кто-то заставляет их делать страшные вещи. Что с Сайори. Ну, я думаю, что это Моника. Я почти уверен, что это Моника, потому что Сайори вогнала... Моника вогнала Сайори в депрессию лютую, потому что Сайори говорила о том, что, типа, Моника заставила меня все это сделать. И здесь Моника всегда вокруг нас бегает. Нацки, что сегодня мне покажешь? Что? Ты отдал свое стихотворение Юрии? Бауан! Что... Что с вами обоими? Хм. Все равно я не хотел его читать. Меня просто бесило то, что ты даже не подумал показать его мне. Эх. Ладно. Думаю, я все же покажу тебе свое стихотворение. Как же не хочется этого делать. К сожалению, выбора у меня нет. Только прочти его внимательно, хорошо? Потом можешь проваливать. А. А. Оу. Тут что-то про Юри. Подожди. Не знаю, как лучше тебе об этом сказать, но есть кое-что, что меня сильно беспокоит. Юрия в последнее время... Юрия в последнее время себя странно ведет. Ты пришел к нам совсем недавно, поэтому мог этого не заметить. Но обычно она не такая. Она всегда тихая и вежливая и внимательная. Ладно. Это очень смущает, но мне придется об этом признаться. Правде говоря, я очень-очень за нее волнуюсь. Нацуки! Нацуки, ты просто лучшая! Нацуки, вот... Нацуки единственная, единственная, самая адекватная здесь. Она лучшая. Я надеюсь, она хотя бы, с ней все хотя бы будет в порядке. По правде говоря, я очень-очень за нее волнуюсь. Нацуки, я попытаюсь с ней поговорить, она словно снова на меня рассердится. Я не знаю, что делать, но я уверена, что ты единственный, кого она станет слушать. Без понятия почему, но прошу тебя, ты должен что-нибудь сделать. Может, ты сможешь убедить ее, сходи к терапевту. Я всегда хотел дружить с Юрией, мне больно видеть, когда с ней творится подобное. Может, потом я буду изводить себя замягкотелось, но сейчас мне на это плевать. Я чувствую себя такой беспомощной, поэтому, пожалуйста, сделай что-нибудь. Я не хочу, чтобы с ней случилось что-то плохое. Если надо, я испеку столько кексов, сколько потребуется. Ты решил купить мне кексами? Я и так попытаюсь, но мне игра не дает выбора. Только, пожалуйста, попытаюсь с этим что-то сделать. А что касается Моники, не знаю почему, но она смотрит на меня на это сквозь пальцы, как будто хочет, чтобы мы просто все это игнорировали. Я сейчас ужасно зла на нее, поэтому обращаюсь за помощью к тебе. Не говори ей о моей просьбе. Просто притворись, что это мое стихотворение, оно тебя впечатлило. Хорошо? Рассчитываю на тебя. Спасибо, что прочел. Я передумала. Забывать все, что только что причитал. Бессмысленно пытаться что-то сделать. Это исключительно вина Юрии, что она такая отталкивающая. Ты слышишь меня, Винди? Все эти проблемы исчезли бы, если бы ты проводил больше времени с Моникой. Это точно Моника! Юрий слишком испорчен для такого замечательного человека, как ты. С этого момента думай только о Монике. Только Моника! Только Моника! Только Моника! Только Моника! А я сохранюсь. Ну, Моник так Моника. Только Моника. Ок. Что? Только Моника! С кем дальше мне поделать? Ну, тут только Моника, как бы. Моника, у меня и так выбора не было. Я бы так с тобой поделился. Тут единственная ты была. Ну, Моника. И только Моника. Винди, кажется, ты свидетелем, стал свидетелем того, чего не должен был видеть. Да ладно, нет. Не хотелось говорить тебе это, но не думал, что у меня есть выбор. Да все нормально. Тебе становится слишком опасно проводить так много времени с Юрией? Не знаю почему, но мне кажется, рядом с тобой она становится легко возбудимой. Само по себе это не проблема, но когда Юрия возбуждается чересчур сильно, она при совокупном месте и начнет резать себя гормонным ножом. Я догадывался бы. А это совсем не здорово поведение, согласен? Ну, вообще согласен. Она даже каждый день приходит в школу с новым ножом, будто у нее... Да ёб твою мать! Ну, что ж вы тут... Так трудно быть... Вот берите пример с нацики. Почему так трудно быть нормальными? Ну, хотя понятно почему. Потому что Моника всех заставляет нести и творить хрень. Моника, вот я тебе точно говорю, только Моника, только виновата. И дело вовсе не в том, что у нее что-то вроде депрессии. Думаю, она получает от этого своеобразный кайф. Возможно, я даже вроде... Что-то вроде сексуального фетша. А может, ты поможешь и отведешь ее к какому-нибудь врачу? А, ну да, тебе же похуй. Я забыл. Но суть в том, что ты ее провоцируешь. Нет, я не говорю это, что твоя вина. Но считаю, что... Должна была бы тебе все это объяснить. Так что, думаю, для нее будет лучше, если ты будешь держаться подальше. Хе-хе-хе. Ну, здесь не сейс проводить время со мной, хорошо? Не проблема. Проводи время со мной. Раще говоря, у меня хотя бы с головой все в порядке. Я знаю, как нужно относиться к членам клуба. У Нацки тоже все нормально, я тебе скажу. Ладно. Не думаю, что нам стоит переживать из-за твоего стихотворения. Юрий следовало бы позволить тебе поделиться им с остальными, прежде чем забирать. Впрочем, пускай. Если... Там было всего 20 слов, поэтому не особо классное стихотворение. Если ее это порадовало, я не стану ее остановлять. Что же касается моего, я вложила очень-очень много сил в твое стихотворение. Надеюсь, это... Принесло свои плоды. Вот оно. Вау! Боже, я же задрогнула. Ммм... Хе-хе-хе-хе. Я немного облажалась, когда писала стихотворение. Да ладно? Квасное стихотворение. Ты посмотри, какие... Метафоры здесь. Я просто пыталась... Неважно. Давай просто продолжим. То есть, нацики... Да или нет? Хе-хе-хе. Всегда говори. Ну, вообще-то нет. Я не знаю. Может, зададите вопрос? Ну, ладно, да. А, понятно. Что я люблю в папе? Люблю, когда папа приходит домой. Люблю, когда папа приводит мне деньги. Люблю, когда папа дает мне карманные деньги. Приводит со мной время. Спрашивает меня о моих друзьях. Спрашивает о чем угодно. Дает мне деньги на обе. Приходит домой за завтрак. Готовит. Не вмешивается. А, ну, понятно. Она любит, когда папа, оставшись слишком для всего. Это стихотворение... Моники? Эй! Ну, ладно. Мне, походу, не будут объяснять, что здесь происходит. Это вторая часть сюжета. Я слышал, кстати говоря. Знаешь что? Я слышал, что вот эта вот игра. Тук-тук. Литературный клуб. Это, типа, заготовка для игры, которая будет дальше. А следующая игра будет хоррор. И вот все вот эти вот загадки, они ведут к сюжету другой игры. Я не знаю пока, что именно там будет. И я пока все это не рассматриваю. Но это интересная идея. Итак, друзья. Пора определиться с приготовлением к фестивалю. О, нет. Сейчас будет что-то страшное. Давайте скорее покончим с этим. И пойдем домой. Мне надоело с вами здесь сидеть. Говорит Моника. Когда все замирает, это свидетельствует о том, что вот-вот произойдет что-то ужасное. Ладно, ребят. Мы дадим возможность чему-то ужасному произойти в следующей серии. Пока хватит с меня этой игры. Я надеюсь, тебе понравилась эта серия. Все идет конкретно хуже и хуже и хуже. Но, в конце концов, мы всех спасем. Я тебе, кстати, говорю. Всех мы, в конце концов, спасем. Ну или сделаем все для того, чтобы всех спасти. Вот прям наверняка. Ладно. На этом все, дорогие друзья. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Если оно тебе понравилось, подписывайся на новые видео. Оставляй свои комментарии. И на этом все. Всем пока-пока-пока и удачи.